доброе утро девчонки готовы санечка проспала я всех будила потом кому говорит она мама саша до сих пор спит но она уже конечно встала вот идет девчонки быстренько собрались женечку заплела тома ну-ка покажись вот нам резиночки прислали эти как и сделал вот где у нее уже челочка хорошо до санечка сама собралась то что она проспала все уже надо выходить дочи это не будешь без рукавку одевать ну или ось у санечка тебе стирать уже ее надо ну это мел очки не забудь сашенька не забудь очки у всех падают волоски сегодня все в юбках пошли на улице у нас тепло 29 градусов обещают и сейчас на улице не холодно поэтому ходят так не очень тепло одеты ну все с богом дочи отвечивают очки я немножко хотела ответить на комментарии по поводу завести девчонок при получении подарков я бы с вами согласилась если бы наших детей ничего не хватало но вы же видите что ребятишки вот например то они не знают не могут выбрать что же им на день рождения на новый год у них на самом деле вот действительно ну все есть и сейчас у них такое ну как бы периода сейчас немножко там зрители начали посылки посылать и дети ну совершенно друг другу не завидуют я думаю это как раз из-за того что радуются до любому человеку приятно когда они там присылают подарки они мам пойдем открывать пойдем открывать они радуются но такого чтобы вот прям завидовать что кому-то больше присылают кому-то меньше одинаково всем все присылает до сейчас как бы спрашивать что такое случилось ну как бы алена прислала подарок и я давным-давно уже помните говорила что дорогие зрители не надо нам присылать подарки посылки потому что ну девчонок действительно все есть но хотят зрители порадовать небольшими небольшими сувенирчиками детей конечно мы за это очень благодарны и прямо сказать что все больше не шлите я такого конечно не могу очень многие уже не скоро день рождения да блин я вот не знаю я вот говорю сейчас да и опять воспримут мои слова как призыв по посылкам но все равно скажу что спрашивают что дайте нам нас ну как бы мы попозже пришли уже не подарок на день рождения вот этого во первых что нет зависти нет может быть было бы если бы действительно не было у детей ничего по поводу настя то что вот она ну как бы не может перестроиться что вот будет второй ребенок дело не в этом дело в том что они-то с Димой конечно обсуждали это видимо планировали что вот второй ребенок там родиться но чем ближе срок родом конечно ей все страшнее и страшнее она во первых она боится что одна мы не в счет ну приедет когда ну присмотрим мы но основная нагрузка ляжет на нее с ребенком все равно легче когда мама и папа где-то там папа тем более как она же помнит как динка срок не выпускал софийку а тут одна и конечно или очень страшно и во вторых она конечно боится рожать часто об этом говорит он чем ближе тем все страшнее 13 часов рожала софийку но она говорит я не буду принимать никаких уколов но также предлагают там какие-то уколы там что-то буду стараться родить сама я бы ну все говорят что 2 легче родить поэтому поэтому тогда страх именно из-за того что дима там она тут и будет она одна конечно мы не бросим есть родители есть сестры но все я говорю что равно это не то сегодня алина должна приехать у нее там паспорт уже готов мы наверно завтра поедем может быть настя с ней поедет и дарим наверно заберем чтоб она там хотя бы ночь с нами тут переночевала то она там одна настя надеюсь сегодня приедут софийкой софийка вчера звонила на маму ой баба я тут а баба я хочу тебе я гонученька ну потерпи милая потерпи завтра приедешь она прям собирается наста ругает меня мама зачем ты ей говоришь она прям сейчас соберется конечно тяжело вот не настя мне пишет и мы звоним конечно она там не звонит я и она говорит мама у меня прям голова пухнет мне говорит так это из-за того что вот поговорить не с кем я говорю доча скорее всего из-за того что у тебя нет хобби мне кажется это вот ну и все но я еще раз повторю все люди разные она говорит арена придет она там покушает там привет привет и сидит весь вечер у себя в комнате она практически не выходит только так вот воду попить там чай попить там покушать и все я бы ну ты зови ее телевизор хотя бы вместе смотрите она ой мама пусть она там может уроки делает муж там не знаю чем он там занимается вот поэтому ничего нам дарина не перетруждается и ничего она там не делает ну главное чтобы училась не вот и насти говорит малышу мы так ничего не купили она нашла где-то в краснодаре магазин малышок по моему называется наград поедем я думаю ну муж него на эти выходные можно следующие пока у насти совсем тяжело не стало все-таки уже знаете почти ну восьмой месяц уже все равно с каждым днем я все тяжелее и тяжелее будет ходить надо будет следить посмотреть я вам сейчас покажу чем я занимаюсь вязать комбинезончик так вот он будет выглядеть с капюшончиком налейте кушать готовить мне прям хочется я об сидела и вязала и вязала сейчас вот так вот сделаю не получается у меня он отодвинула так вот спинка такая здесь вот рис на на называется что ли вот или как ли или здесь три косички в общем вот начала вязать но придется сейчас отложить пойду готовить кушать у меня как всегда стирка этот раз перестирываю опять все полотенца два раза вытеремся и мне кажется надо стирать вот но для рук конечно я меняю два раза это я стирку наши банные полотенца мы позавтракали давным давно уже я уже всю посуду убрала сегодня приготовлю суп легенький да кеша кеша заперла потому что я сейчас буду готовить боюсь что он может пара пара ницца на улице на улице красота красота 29 градусов не холодно не жарко прям очень хорошо девчонки уже пришли из школы штаны свои женя потеряла я стирала куда-то они засунули найти не могут так девчонки носки все в стирку я стирать буду и школьная тоже вы на пол бы не ложили это саша на ой опять у меня руки прохладно станет будешь мне школу ходить положи это я вещи перебирала сашину нашла в общем саню кто-то складывает что может и в школе оставила на физкультуре когда было вы же там переделали поддеваетесь домой потом приходите в спортивной форме я не знаю ищите сами ищите куда вы все подевали ой надо тут пыль повытирать ну приедет настя повесит не знаю правда когда сани сиди так пожалуйста ну и так плохо ходишь еще и сидишь вечно на раскоряку надо там похоже у вас опять вещи перебрать половина выкинуть ну все время нет гладить езжай так там музыкалку у нее сегодня фортепьяно и сольфеджио поехала вася тут обедал смотрел по поводу монопода вот у нас есть на стим постоянно пользуется только когда рекламу снимает я вот утром с вами разговаривала тоже его но мне так неудобно он такой прям это вот так вот его видите невозможно я кое-как туда запихнула свой айфон а потом кое-как вытащила и все равно мне неудобно это запихнуть туда вытащить оттуда запихнуть вытащить и чтобы он все время наверное в телефоне был в общем так как не буду пальцы везут а в это извините а кстати девчонки собрались гулять я сегодня так не ругала с ними ну поговорила вечером сидят в телефонах до талого уже надо спать ложится жень пожалуйста не пихай кучкой ничего смотри мне может это в стирку надо положить конечно можно я говорю еще и гулять собрались а начала говорить сидя до десяти в телефонах потом папка начинает ругаться ложитесь спать они не не раньше как говорится ложатся раньше они еще пойдут телевизор включат что-то посмотрят поговорят чай попьют сейчас же вот сидят в телефонах приходят со школы сидят в телефонах потом весь день на батуте пропрыгали ладно батут только поставили потом вечером опять в телефонах я говорю вы успели почитать нет кто-то один из них успел прочитать один параграф я сказала все если до шести часов не успели посидеть посидеть в телефонах это ваша вина сейчас они собрались пойти гулять телефоны вы вечером дети не получите нет ну чтобы знаешь чтобы не было такого мама мы все сделали можно мы посидим молодец короче мы с вами договорились до шести вечера не успели в телефонах посидеть вам никто не виноват после шести чтоб я телефонов не видела кого-то я слышу ой бин говорит ой бин говорит ой ты мой сладкий дай почелю мою внученьку ой так меня не ждут как это не заведут привет антка интересного вещь как головой музыкалки ля-ля скоро приедет где штаны ты блин потеряли мы где могут быть то школьные штаны потеряли молодец можно физре забыла ты из дома игрушку взяла не знаю я в стирке смотрела черного там нет вообще ничего ну чё как у тебя здоровья нормально кушать будете у меня все готово не хотите софи ты будешь кушать мой ты молодец пойдем бабка покормит у меня сука гречка